Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 на отца нашего, то есть это отец, дающий жизнь, это буйство весны, буйство жизни самое, и вот те счастливчики, везунчики, что в Израиле сейчас находятся, или же бывали в Израиле, в Авиве месяце, вот рассказывают, что, значит, да, полнолуние Ниссана, полнолуние Авива, самое красивое, вот, говорят, настолько ярко бывает, что хоть газету читай, вот реально, даже Белые ночи знаменитые питерские, я очень люблю Петербург, очень люблю, я Петра творение просто обожаю, вот, и как художник, потому что я художник по своей специальности доцерковный, и для, будем договориться, значит, для нас художников в Советском Союзе Ленинград тогдашний был как Мекка для мусульман, это было место паломничества нашего, мы там не вылазили из этих музеев, Эрмитаж, Русский музей, все выставки, поэтому Ленинград для меня это была святыня, значит, тогдашняя моя искусствоведческая и как художника святыня, вот, но при всем уважении к Ленинграду, к Петербургу, Белые ночи, говорят, петербургские, ни в какое сравнение не идут с полнолунием месяца Авива, там вот, в Израиле, в Израиле, кстати, много наших художников, которые тогда в 80-е годы трудились, мы вместе учились, работали, сейчас в Израиле живут, да, я некоторых пытался найти через социальные сети, так не мог найти пока никого из моих знакомых, но, даст Бог, найдемся, я один раз только был в Израиле, но давно было, давно, это было еще 2000 какой там год, 5-й или 2006-й, наверное, 2006-й, я думаю, вот, Идиш Седер начался, ох ты, к сожалению, не смогу быть, сейчас вот подключиться, потому что я провожу здесь свой, мне просто приходит сообщение, что начался Идиш Седер, я подписался, вот, люблю очень Идиш, хотя не понимаю Идиш, но мне очень нравится, моя бабушка знала, еврейская бабушка, у меня была татарская бабушка, была еврейская бабушка, и вот моя еврейская бабушка, моя татарская бабушка только татарский язык знала, русский она не знала, фактически, вообще ни слова, вот, а была классическая такая татарская бабушка, вот, это по маме моей, да, А моя еврейская бабушка, да, она русские знала, конечно же, она на русском свободно общалась, но она знала и идиш, я-то тогда пацаном, я думал, что она знает немецкий язык, честно говоря, вот, мы с братом даже там такие фантазии у нас были, думаю, надо же, интересно, наверное, она у нас же такая была легендарная бабушка, была ветераном ЧК НКВД, вот, значит, и нам казалось, братом тогда, мы как-то так фантазировали, любили фантазировать, наверное, наша бабушка была в годы войны, наверное, как радист какая-то, где-то там, как со Штирлицем, раз она немецкий, думаю, так хорошо знает, слова такие знает немецкие, и только уже, ой-ой-ой, только уже взрослым человеком, только я уже, будучи священником, узнал, и то случайно, а потом уже, когда уже была у бабушки перед смертью ее, когда она ушла уже, за полгода до смерти, я уже доподлинно узнал, что это, она немецкий не знала, оказывается, это она знала Идиш, Идиш, который просто на слух, он воспринимался, как в кино, там, немцы разговаривают, там, вот, а на самом деле это был Идиш, вот, мне очень нравится песня на Идиш, и вот сейчас, прямо сейчас начался, сообщение пришло, Седер Идиш, Идиш Седер, жалко, конечно, ну, ладно, продолжаем эфир, братья, сестры, кто подключился, кто подключается, да, благоставляю всех вас, во имя Господне, во имя Иисуса Христа, во имя Иешуа Машиаха, во имя Иссы Масиха, Аллилуйя, слава тебе Господи, и сейчас совершаем причастие, друзья, я размышляю, рассуждаю сегодня о теле крови Христа, почему, ну, сам Бог велел, слушайте, в день Исхода, день воспоминаний Великого Исхода, О, о чем нам рассуждать новозаветным верующим? В первую очередь о крови Божественной Иисуса Христа, о крови Христа, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, вот, и сегодня я, здесь у меня так, здесь чаша, чаша, есть, у меня есть плод виноградной лозы, баре при агафен, как мы говорим, Кстати, некоторые себе песнопения на Идиш я выписал, но так еще не выучил их, труднопроизносимо для меня, вот, некоторые слова там, интересно очень звучит, но иврит учу, еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Машиах и Маца, Маца, Евреем может и не быть, но вот Мацу поесть обязан, вот такие листы Мацы, у меня были круглые листы еще, но уже на тот седр, значит, именно в начале 14-го Ниссана уже все съел, вот, там у меня 5 листов было, так получается, ну, таких 2 маленьких и 3 побольше листа Мацы, Вот, дороговато, но купил вот такие листы, значит, преломлял их, случайно на неарамейском говорил Машиах, а арамейский, это какой язык арамейский? Это тот же самый иврит, это диалект, диалект иврита, еврейского языка, поэтому это тот же самый иврит, поэтому, кстати, арамейский язык, он сохранился в восточных православных церквях, сохранился на востоке, Сейчас не уверен я из-за этих войн, там и репрессий, продолжающихся в Иране, в Ираке, в Сирии против христиан, но вот до недавнего времени было так, я, по крайней мере, в Николаеве, город в Украине есть, город Николаев, я там бывал часто одно время, вот, я там проповедовал как-то в католическом костеле на Пасху, католическую Пасху, по западному календарю, они приглашали верующих разных конфессий, разных динаминаций, разделить с ними радость пасхальную, ну, я, конечно же, с превеликим удовольствием отозвался на это приглашение, я был у них в костеле, мне дали слово там проповедовать, вот, я там поделился свидетельством, словом, кстати, есть, эта запись есть на ютубе, на моем канале, этом ютубе, наберите просто там архиепископ Сергей Жавлев в католическом костеле, или в костеле города Николаева, Святого Иосифа, по-моему, костел называется, там разные священники были, конечно, были такие реформаторского направления, как бы, да, ну, харизматики католики, а были, ну, более консервативные, конечно, католики, вот, далеко не все там разделяли моих идей, вот, реформаторских, но с удовольствием послушали, вот, и там я пообщался с этими, в Николаеве, в костеле, в этом, там был один брат, интересно, такой, молодой пацан еще совсем, но собралась целая семья, ассирийцы, вот, ассирийцы, вот, ассирийцы, вот, и они с востока, да, ассирийцы в Украине проживают тоже ассирийцы, вот, я познакомился с диаспорой, там были гости как раз, с разных мест Украины ассирийцы были, в том числе ассирийцы, которые посещали этот костел, ну, по крайней мере, их сын, он служил там, ну, по-нашему, как и по диаконам, значит, я забыл, как по-католически называют таких служителей, ну, ладно, неважно сейчас, не то, так вот, значит, и когда я пел там благословения, они так были удивлены, они говорили, наши священники вот так же поют, ассирийские священники, которые приезжают, так же поют это благословение на арамейском, на иврите, вот, и они, да, они знают, что иврит это протоязык, это старший язык, как старший отец, вот, допустим, да, вот, старший брат, значит, арамейский, они говорят, да, арамейский мы знаем, это, как бы, это, как младший брат иврита, смешно, это, как бы, язык, ну, с точки зрения библейского иврита, конечно, это не очень красивый арамейский, знатоки библейского иврита, допустим, в семинарии в Академии в Ленинграде у нас, в 87-88 годах я был на лекции, как раз, в семинарии свято, это, как его, Александра Невской Лавры, короче, значит, был на лекциях, значит, и там как раз тоже, ну, в основном я интересовался греческим тогда языком, еврейский думал мне ни к чему, тем более сдавать мне не надо было еврейский, а вот, значит, иврит, а библейский, а вот греческий надо было сдавать будет, поэтому я, как бы, акцент делал всегда на греческом, и вот, но по поводу иврита, знатоки были преподаватели, кстати, у нас один из преподавателей тогда, там, в Александра Невской Лавре, я забыл, как его зовут, кстати, даже, я был всего лишь пара роста на его лекциях, он не православный был у нас, в православной семинарии в советское время, в 87-88 годы, он был из, как там, евангелической лютеранской церкви, одним словом, лютеранин протестант, протестант в православной семинарии преподавал, так интересно, и вот как раз были уроки иврита библейского, и вот его мысль тогда была следующая, кстати, греческий у нас преподавал отец Януарий, отец Январь мы его так называли, но это потом было уже, не в 87-м, он попозже, по-моему, преподавал, так вот, а на еврейском языке, что я запомнил, это выступал, ну, он сам лютеранин, и знаток был иврита хороший, преподаватель иврита, много лет уже пожилой человек, он сказал так, что с точки зрения знатоков библейского иврита, арамейский это как суржик, это как деревенский диалект, это как упрощенный диалект, плюс еще смешанный со многими словами нееврейскими, языческими, с разных народов при том, в основном восточных народов, вот, и поэтому для знатоков, для знатоков именно библейского иврита, арамейский это как бы язык, ну, деревенщины, язык, как бы вот, ну, галилея языческая, этим словом, вот, ничего доброго не может быть оттуда, вот, даже тогда, 2000 лет назад уже такие были мнения, потому что на слух, когда слышали люди вот это наречие, они говорили, а ты, видимо, галилеянин, видимо, это, значит, это галилея языческая, там евреи живут, но они, они говорят-то как язычники, они как бы, как не наши люди уже, не как евреи, вот, и знаете, хотя были евреи, да, Иисус там большую часть жизни прожил вообще, поэтому он, как бы, он, для него родным языком был, вот, именно язык такой, ну, испорченный еврейский язык, так, если так правильно говорить, как бы, можно выразиться, вот, и многие выражения на араме, хотя на арамейском языке, вот, мне потом давали послушать литургию православную на арамейском языке, именно, мне очень понравилось, слушайте, очень понравилось, и еще, вот, на ютубе можете послушать, на арамейском, светит с хавелли, наберите, светит с хавелли, или, или сейчас, по-русски, 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 в Тбилиси, папа римский, когда был в Тбилиси, и было служение в этом храме, значит, в кафедральном соборе, города Тбилиси, наберите на ютубе, и пение на арамейском языке, специально к приезду, они, оказывается, узнали, грузины, да, что папа римский очень любит пение на арамейском языке, и они исполнили на арамейском языке пение, это настолько потрясающе, я, я себя, кстати, тоже в закладочке сделал, но сейчас просто не могу открыть, потому что у меня все закроется, иначе здесь уже, вот, значит, и потрясающее пение, я просто, ну, каждый раз слушаю, и просто душа, просто разрывается на части, просто, я скажу, кровью сердце обливается, вообще, спокойно нельзя слушать, это настолько, очень такое глубинное пение такое, знаете ли, тем более, что грузинские, ну, будем так говорить, петь, как грузины, это, это небесное пение, это действительно божье пение, результат вавилонского пленения тех, кто остался после пленения в Израиле, в результате культурного обмена породили этот язык, ну, да, есть такое историческое объяснение, есть еще и другие некоторые объяснения, гораздо более жесткие, ну, как бы это, много есть разных объяснений в учебниках, можете посмотреть, ученые, исследователи дают очень разные объяснения, ну, это, это, как бы, одно из основных, вот, объяснений, хотя его многие сегодня оспаривают, именно вот это объяснение, официальное, как бы, основное, общепринятое, вот, но, дамы и господа, сейчас дело не в том, а вот, послушайте, рассуждая о теле и крови Христа, о теле нашего Спасителя и Господа Иисуса, о его крови, что должно нам разуметь сегодня, что нам нужно разуметь? О том, что кровь Иисуса Христа была пролита, кровь Агнца Божьего, от века закланного, была пролита на Голубовском кресте ради нас, ради нашего спасения, ради всех нас, абсолютно всех, неважно, это евреи, неевреи, за всех нас была пролита кровь божественная. Иисус умер не только за евреев, он умер за всех, за всех, за всех гоев, за всех, за всех, за всех умер, за все народы нашей земли, вот, и больше того, мы должны рассуждать, каждый верующий, уверовавший, должен рассуждать еще таким образом, что кровь Иисуса Христа была пролита не просто за всех даже, а лично за меня, лично за меня, вот это все преобразует, потому что знать и понимать, разуметь, что кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, была пролита за всех, это хорошо, но это полуправда, которая бывает хуже, чем откровенная ложь, знаете ли, это простота, которая хуже, чем воровство даже. Вот, а вся правда в том, что Иисус Христос умер лично за меня, лично за каждого из нас, то есть лично за меня. И Иисус Христос, Он не просто Господь, Спаситель, да, а Он лично мой Господь и Спаситель, Целитель и Освободитель. Спасибо, Господи, за все. Вот, и должен рассуждать не полуправдами, а всей правдой Божьей. Рассуждать, что кровью Иисуса Христа пролита на Голгофском кресте, не только я искуплен, не только прощен, прощены мои грехи, я исцелен еще, я прощен и исцелен. Потому что Иисус Христос, Он взял не только наши грехи, грехи мои на крест, Он взял немощи и понес болезни наши. И ранами Его мы исцелены. Ранами Его я исцелен. Скажи это, брат, сестра. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Я прощен, я благоставлен всеми благоставениями небес, через кровь божественную Иисуса Христа, Агнца Божьего. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Святой. Аминь. Братья, сестры, дамы и господа, надеюсь, вы приготовились. Если нет, то налейте себе виноградный сок. У меня здесь есть вот. Налейте себе соку. Или же просто воды. Я иногда в причастие просто беру воды. И у меня с собой обычно бутылочка всегда. Вот воды кипяченой беру с собой всегда. Значит, наливаю. И хлебушка. Вот. Возьмите хлеба. Если даже у вас нет мацы, нет опресника, не переживайте. Наш опресник это сам Машиах. Сам Христос. Даже если вы сейчас хамец съедите, не согрешите. Даже если будет квасные. Не в качестве хлеба или вина, причастия наше. А в качестве нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. Вот. И кто-то еще только присматривается к вере. Кто-то еще традиции только изучает эти, только еще входит в это. Но сейчас я просто скажу еще, что дни опресничные. Но наш опресник и наш кошер это сам Иисус Христос. Сам Ишуа Машиах. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. И у меня маца, у меня маца опресник. И я преломляю хлеб сегодня. Рассуждаю о теле Господа Иисуса Христа. Рассуждаю об этом. И призываю вас к этому, друзья, братья и сестры. Давайте вместе порассуждаем о теле и крови Господа нашего Иисуса. И помолимся, и споем, и прославим Бога нашего. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, Иегова, Творец неба и земли, Отец мой, Бог мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Целитель и Освободитель мой, Пасха моя. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, Ты мой герой. За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, За все я благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, Я Тебя, Господь, люблю, И за все благодарю. За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли, Давший нам хлеб с небес Иисуса Христа, праведника, Агнца Своего, Господа и Спасителя нашего, Ишуа Машиаха, Аллилуйя. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, Отец, давший нам плод лозы земной, И давший нам, О великий виноградарь, лозу небесную, Иисуса Христа, праведника, Аллилуйя. Призри и благослови виноград сей, Великий виноградарь, Аллилуйя. Да принесем Тебе плод радости, любви, мира, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Тело Иисуса Христа, аминь. Кровь Иисуса Христа, аминь. Ешьте, пейте, братья, сестры, на здоровье, во исцеление души и телу. Кровь Христа. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя.